приветствую публичные высказывания власть имущих это бесценный бесценный материал для комментариев и вот сегодня появилась новость о том что представитель дпсу заявил что все мужчины которые незаконно выехали из украины обязательно будут наказаны после возвращения в украину ну вот прям чувствуется такое мастерство мотивации как человек прямо говорит друзья возвращайтесь возвращайтесь в объятия украины в объятия вашей родины она с нетерпением вас ждет чтобы наказать аки строгая мать и так хочу напомнить что во первых люди которые незаконно выехали из украины не будут наказаны и не будут они наказаны по одной простой причине за сам факт незаконного пересечения границы не предусмотрено на сегодняшний день наказание почему потому что наказание это термин который используется уголовным правом используется в уголовном кодексе и там нет наказание за незаконное пересечение границы а что же есть а есть только взыскание административное взыскание которое предусмотрено кодексом украины о административных правонарушениях мы о нем знаем но давайте еще раз посмотрим вот этот кодекс и в нем есть статья 204 прим и здесь указано что перетинания або спроба перетинания державного кордона украины будь-яким способом поза пунктами пропуску через державный кордон украины або в пунктах пропуску через державный кордон украины без соответствующих документов або с использованием подробного документа или таких что містят недостоверные відомости про особу или без дозволу соответствующих органов влади тягнуть за собою накладание штрафу от 200 до 500 неоподаткованных минимумов доходов граждан або административный арест на строк до 15 днк с конфискацией изнарядь и засоби в чины не правопорушения то есть за пересечения государственной границы вне пунктов пропуска человеку грозит только штраф от 200 то есть 3400 гривен до 500 это у нас восемь с половиной тысяч гривен и конечно же возможен также административный арест на строк до 15 суток но и здесь хочу сказать что не все люди понесут это взыскание почему потому что в кодексе украины об административных правонарушениях есть вот статья 38 которая называется строки накладыня административного стягнення и здесь есть следующее правило что административное стягнение за вчинение правопорушений передбаченных статтями 204 прим то 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 та статья которую мы сейчас с вами рассматривали может быть накладено протягом трех месяцев дня их выявлення аллены пизни широку дня их в чины меня то есть у нас есть сроки привлечения к административной ответственности которые установлены вот этой 38 статьей купат и здесь сказано что если совершение правонарушения выявлено позже чем с через год с момента их совершения то человека вообще нельзя привлекать к ответственности и конечно вы скажете стоп а как можно это доказать а доказать это можно следующим образом например человек пересек границу украины вне пункта пропуска но после этого пошел на пункт пропуска уже другого государства там ему могли поставить штамп и дата вот этого штампа въездного штампа по сути и будет той датой когда было совершено правонарушение и соответственно мы имеем ну такое по сути железобетонное доказательство того когда человек пересекал границу и если с той даты прошел год уже даже административный штраф на этого человека возложить нельзя далее какой вариант может быть пересекая границу с другим государством вне пункта пропуска человек потом обратился в полицию и легализовал свое пребывание да ему тоже могли сделать соответствующие отметки в документах либо выдать в зависимости там уже от страны некую справку назовем это тогда и вот соответственно опять же дата выдачи этого документа либо дата проставления штампа тоже есть таким по сути в железобетонным доказательством до что человек пересек границу вот в эту дату а что делать если документов нет а если документов нет то вы в суде можете соответственно заявить что да я выехал да я там испугался войны и сбежал из страны потому что боялся за свою жизнь что абсолютно нормально ну с точки зрения человека как живого организма до инстинкт самосохранения это то что самое сильное у нас и соответственно да я выехал вот я выехал там условно в марте там прошлого года ну кто как выехал и вопрос в следующем по сути погранслужба должна будет доказать что вы врете и предоставить какие-то доказательства того что на самом деле правонарушение вы совершили не тогда когда вы говорите а позже и что год еще не прошел а поскольку таких доказательств у них просто быть не может то скорее всего человека будут освобождать от административной ответственности и здесь я снова возвращаюсь к тому вопросу с которого мы начали а зачем зачем мы запугиваем людей зачем мы запугиваем людей которые хотят вернуться к себе домой к чему эти заявления непонятно но но есть но конечно же да скажем и в защиту представителя дпсу могут ли этих людей наказать действительно есть случай когда людей которые пересекли границу незаконно могут наказать имеется в виду тот случай когда люди выезжали по поддельным документам и вот в этом случае да у нас есть статья 358 уголовного кодекса украины которая предполагает наказание в виде штрафа уже уголовного штрафа сумме 850 гривен ну и максимальное наказание там два года так вот если человек выезжал и при выезде использовал поддельные документы то его могут привлечь соответственно по части 4 статьи 358 уголовного кодекса украины но и в этом случае я не думаю что вот правильно об этом заявлять сейчас и вот в тот момент когда у понимая что украина нужен нуждается будет нуждаться в людях после окончания войны для того чтобы восстанавливать экономику страны мы будем нуждаться в людях заявлять такое мне кажется просто просто неправильно с точки вот зрения некого государственного строительства вообще но мы моему то еще моему поэтому поэтому на этом у меня все если вы считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайки и подпишитесь на мой youtube канал также подписывайтесь на мой телеграм-канал информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее чем в youtube канале также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях на этом у меня все я вам желаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока пока